Ребят, привет! Попробую небольшую установку сделать на предстоящие игры. То есть, ситуация, когда шайба у соперника, и он как-то начинает атаку, а мы обороняемся. Вот. Ну, пытаемся что-то сделать. Так вот, смотрите, наша задача, вот в процессе этого всего, в процессе этой всей обороны, это встать вот на эти места по итогу. Когда шайба зайдет, либо там еще что-то, либо еще что-то. Вот. Ну, это в идеале такая, да, конструкция, так скажем. Вот когда шайба здесь, допустим, да, к примеру, вот смотрите, левый нападающий, он как бы не бежит вот сюда с ним отбирать ее. Он не бежит ее отбирать. Он, ну, сопровождает его, пытается там как-то ехать, да, но он не летит туда, его вот это вот пресить. Потому что есть люди, которые его встречают. Я сейчас говорю только о моменте, когда мы его, когда и вот встреча есть, да. Не нужно перекладывать, вернее, помогать там, где не нужно. Соответственно, ЛЗ и центр начинают пресить этого игрока. Красными линиями я обозначил направление, как бы намерения, да, взгляда и такого движения, но аккуратного движения в сторону обозначения этих стрелок. То есть, например, вот смотрите, защитник, да, он как бы, вот я даже вот так ее чуть-чуть поставлю, его задача не пропустить вот сюда вот, да, его на выход и не пропустить как бы вот сюда вот, вот сюда вот. Вот. Поэтому он как бы пытается вот этими красными стрелочками, обозначая я вот его направление действий, да. Вот. Синими стрелочками это откат по итогу на его позицию. То есть, если единица и ЛЗ проедут вот так вот, да, и единица там никуда пас не сбросит или еще что-то, то ЛЗ начинает вот здесь пресить по старой нашей схеме, вот которая предыдущего видео было. Дальше левый нападающий вот сюда вот приезжает, ну, может быть, чуть ниже, да. Что за фигня? Ну, короче, ладно. То есть, чуть ниже он, ну, встает, ну, примерно где ЛЗ стоял, да, и начинает вот с этим пятым защитником, то есть, прикрывать, то есть, по той старой схеме, да. Он не бежит к нему на помощь туда вот, он не бежит к нему на помощь, вот это вот несется туда, в итоге оказывается здесь два игрока, пятерка открыта, да, здесь получается и тому подобное. Если единичка прошла вот так вот вдоль борта, центр смещается на свою позицию, и вот здесь где-то он тусует, вот здесь тусует, он туда тоже не бежит на помощь. Он бежит на помощь только когда он уверен, что ЛЗ, вот так их перенесем, да, сюда, вот он борется, он уверен, что ЛЗ как-то его уже запресил, и этот не контролит шайбу. Тогда уже он спускается к нему на помощь. В свою очередь, левый нападающий здесь начинает тоже немножко помогать, либо если он видит возможность для контратаки и пасса, он как-то начинает раскатываться. Вот. В свою очередь, когда все пока вот так вот, центр, да, роль центра, то есть он как бы тоже отрезает ему единички проход между двух защитников, то есть он как бы сюда немножко смещен, и плюс он, ну не смещен, а как бы намерение его, да, и плюс он еще контролит вот этого вот второго, если на него будет пасс, вот. Ну, по большому счету он как бы где-то между единичкой и двойкой находится, вот, чтобы законтролить это дело. Но при этом возвращается как бы назад по ходу движения игрока с шайбой, да, вот. И в итоге он, когда зашла единичка сюда, центр вот как-то вот здесь вот начинает тусовать, вот как-то вот здесь быть, ну, прикрывать двойку, двойка, если сюда как-то появится, если двойка на центр, это уже защитника вот этого правого беда, ну, как бы не беда, а опекун, он начинает центр работать, я не знаю, с кем-то другим. Если тройка поехала сюда, двойка здесь где-нибудь осталась, то центр ее контролит, будучи между игроком и шайбой. То есть он как бы все время, вот, этот сместился сюда, этот за ним вот так, этот сместился сюда, этот за ним вот так. И вот так вот ему он мешает, да, вот этой двойке. Дальше. Что у нас дальше? Правый защитник слабого борта, он сейчас не активен, он не несется туда куда-то или что-то. В его задачу входит вернуться на центр, то есть как вернуться? Понимать, что он слабый борт, и в его задачу входит крыть пятак. Кроет пятак только защитник слабого борта, где нет шайбы. Если шайба вот так сейчас переместится, допустим, по борту вбросится, тройка его подберет, конечно же, правый защитник сюда, и просто меняемся ролями. Тогда левый понимает, что ему надо двигаться на пятак, да, центру смещаться вот сюда вот, то есть как вот здесь вот, да, было. Левый вот здесь начинает где-то быть, и правый, да, ой, стоп. И правый, да, вот тут вот. То есть правый защитник начинает с этим бодаться, как и сверху, да. Правый нападающий тут, центр опять же там двоечку кроет, да, двоечка сюда вышла, он ее вот так вот, она сюда вышла, он ее вот так вот. Вот, то есть между игроком и шайбой он все время старается, ну, быть. Так, сейчас я не запутаться. Переместите всех назад. Вот сюда вот. Вот. Поэтому, вот сюда его, поэтому правому защитнику слабого борта, да, нужно как бы отмечать, что он должен контролить третьего вот этими красными линиями, да. Не, почему я вот так вот прямо не нарисовал линию, потому что он там, ему не нужно перекрывать передачу, пускай они пасуются, да пофигу. Наша задача, когда, если, допустим, даже вот так через двойку прошел пас сюда, защитник подкатывается просто и сопровождает его, ну, при условии, если может чекнуть, чекает, там, отбирает, клюшка мешает и тому подобное. Но главное не провалиться, да, он не выбрасывается на него. И дальше, когда он его здесь проконтролил, допустим, вход осуществился, правый защитник здесь, да, он все время, вот, начинает на своей зоне. Левый сразу на пятак. То есть он понимает, что он слабый борт, и он идет сразу на пятак. Вот. Центр понимает, что шайба там, он идет в поддержку, вот сюда вот, на вершину, да, круга вбрасывания, в поддержку правому защитнику. Но он не летит туда в отбор, потому что если он улетит, двойка останется открыта. Правый нападающий, и даже если проконтролит, да, то здесь просто передача пройдет вот сюда вот, да, и там дальше какие-то другие варианты будут. Есть люди, кому это нужно работать там. Он просто вот здесь вот, находится как помощь, как помощь, да, вот. Вот таким вот образом, то есть я сейчас опять, сори, повозвращаю это все, вот, сюда, да, и заново начну, чтобы, ну, в плане быстренько, да, то есть левый нападающий не летит в отбор, он все равно догоняющим будет, он не летит туда никогда. Он возвращается на свою позицию, смотрит по ситуации уже что-то, что-то. Если здесь шайба отобрана, ну, был отбор, как-то совершен чек или отбор, но он тогда тут присоединяется уже в борьбу и туда-сюда, да, только центр не присоединяется. Центр также стоит здесь на подхвате, в случае чего, в случае отскока, или в случае выигрыша единичкой у двух вот этих вот игроков и передача вот сюда. Даже если передача пройдет, центр начинает откатываться и контролить. Вот. Без паники, без всего. Дальше. Левый защитник тоже, да, контролит вот здесь вот и идет с ним вот сюда на свою зону, если так получается. Центр здесь как помощь. Как помощь, он смотрит, он сечет, когда нужно, когда нужно вступить, как говорится, в отбор для помощи либо левому, либо правому, либо левому нападающему, либо защитнику, неважно, да. Вот. Правый защитник слабого борта понимает, что шайба тут, там идет борьба какая-то туда-сюда. Он не спеша, тра-та-та, вместе с этим, вот они катятся, катятся, да. Ну, соответственно, и правый тоже накатывается вот сюда вот, да, все накатываются, и центр тоже там, и все такое. Вот. Его задача входит, он понимает, что он слабый, ему надо на пятак. Вот. Но он не летит на пятак, он смотрит по ситуации. Если там никого нету, допустим, тройка не едет туда, пятак, или двойка не едет, там, или еще что-то, ну, как-то это видно, то он не спеша откатывается, но его целевая задача это пятак, слабый борт, защитник слабого борта, ответственный за пятак. Все. Это вот. Пропустили с пятака, виноват защитник слабого борта. Ну, а правый нападающий тоже здесь возвращается, если мы в этой формации, если вот в эту формацию мы по итогу приходим, да, вот в эту формацию, и шайба здесь контролится, то вот такая расстановка, да, центр тут, как помощь всем четырем, в зависимости от ситуации. Левый на своем фланге не пускает, правый здесь контролит защитника, пятерочку, да, эти, допустим, вот как-то вот так вот зашли, да, вот здесь вот стоят, здесь защитник. Этого крыть не обязательно, то есть, ну, он как бы правый обозначает, как бы, вот так вот, да, спускается между двух, но он при этом, ну, скорее всего, он на пятак полезет, то есть, тут есть уже кому обороняться, и этому не надо идти. Если второй пошел на пятак, ну, тогда центр с ним, понятное дело, но его задача, вот центр второй, если на пятак полез, его задача быть между игроком и шайбой. Шайба на этом борте, сразу вот такая перемена, хоп, хоп, все вот так вот, да, ну, к примеру, вот этот подключился, получил шайбу, то есть, сразу мы между игроком и шайбой находимся, ну, и правый здесь подключается уже, вот, ну, вообще, как по идее, здесь такая патовая, как бы, ситуация немножко, да, ну, к примеру, я такую привел, то, что центр уже не может сюда сместиться, ну, и сюда и отдать-то некому, да, на случай. Если сюда уезжает пятерка, за ней левый тусит, а этот играет тогда роль центра, тогда у нас сдвоенный будет, защита сдвоенная будет, да, и правый нападающий, тогда будет роль подстраховщика играть, либо он может прийти сюда, но тогда этот должен понимать, что он должен выйти в нападение, ну, либо тогда он играет роль защитника, ушел на правое, а защитник тут так и контролит вместе с центром двойку нападения, и начинается здесь отбор, вот, как-то так. И с этого фланга я тоже нарисовал просто специально, да, чтобы вот если шайба здесь, тоже правый защитник здесь начинает его прессинговать потихонечку, да, вот, и откатываться на свою зону борьбы с тройкой. Центр помогает, взглядом понимает, оценивает ситуацию, не спешит, и также возвращается на свой, как бы, рубеж, и там смотрит по ситуации, когда в борьбу вступить. Левый защитник слабого борта, он понимает, что он сейчас слабый борт, у него игры нет, активный игровод, здесь есть кому играть, здесь есть кому, как говорится, это, бороться, он не идет туда, вот, в помощь, он вот с двоечкой примерно продолжает движение, и они как-то приезжают на пятак, и он стоит по активному борту впереди, да, шайба здесь, он здесь, шайба здесь перешла каким-то образом, он сюда, то есть он впереди игрока и шайбы, между игроком и шайбой, вот, то есть, центр есть кому крыть, не надо всем лететь на центр, ну и правый нападающий тоже сюда возвращается, здесь единичка туда уедет, допустим, если шайбу получит, то тогда вот здесь будет левый защитник крыть и эту двоечку, вот, то есть, там уже дальше по ситуации, как говорится, вот, ну и правый сюда, ну, плюс-минус я обозначил, где-то вот здесь, вот, вот, чуть выше он, скорее всего стоять будет, где-то, ну, где-то вот так, вот он будет стоять, центр сюда уедет, правый защитник с этим, и вот она, да, наш квадрат обороны, и он уже контролит пятерку, двойка здесь на пятаке борется, четверка, защитник вот здесь, где-то начинает стоять, его правый начинает тоже, ну, это, нападающий как-то не прессинговать, а именно, ну, вот быть начку, да, и правый защитник играет с этим, вот, вот такую расстановку мы должны себе на это, как его, на, натренировать до такой степени, чтобы мы не терялись, чтобы мы не бежали никуда, чтобы мы понимали, ага, сильный борт, я левый защитник, все, я еду, ой, то есть слабый борт, я левый защитник, сильный борт на правом, я еду на пятак, с контролем вот этой двойки, ну, или кто там будет, с контролем, если двойка не едет на пятак, то, я тоже могу не ехать на пятак, но быть все время между игроком и шайбой, да, то есть, может он как-то вот так вот поедет, как-то обманет сюда, вот, я за ним за ворот, конечно же, не еду, потому что я догоняющим буду, я понимаю, что он все равно сюда приедет, я подкатываю на пятак, и жду его, ну, он приезжает сюда, допустим, я здесь позади него, ну, окей, я начинаю какую-то борьбу здесь, и потихонечку выигрывать позицию, чтобы быть между игроком и шайбой, вот, это вот такая установка, я надеюсь, вы поняли, на ближайшие, да, я не знаю, 10 игр, спасибо. 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 Продолжение следует...